Всем огромный привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал. Напоминаю, что меня зовут Лена. И сегодня я снова с вами. В этом видео по вашим многочисленным просьбам я хочу вам показать организацию пространства на кухне. Вот таким вот образом выглядит мой кухонный гарнитур. Верхние шкафы у меня без ручек и они идут глянцевые. Это эмаль, нажимной механизм. Нижние шкафы идут полностью все матовые, также белые и уже с ручками. Также у меня есть вот такая вот навесная часть. Это что-то типа полуострова, который мы в принципе используем как полноценный обеденный стол и рабочую зону. Так что если вам интересно, то приглашаю вас к просмотру и начнем, наверное, мы с нижних шкафов и слева направо. Здесь у меня небольшая секция на 150. Это выдвижная бутылочница. Вот таким вот образом она выглядит. Это очень удобный шкаф. Со всех сторон все видно. И сюда с легкостью у меня встают всякие пузырьки, термоса, оливковое масло. В общем, все, что нужно. Все здесь здорово хранится. Полностью выдвижной механизм. В общем, этим шкафчиком я очень довольна. Это действительно удобно. Далее у меня идет духовой шкаф. Под ним маленький ящик. Духовка у меня вполне обычная, как у всех. И там у меня хранятся две сковородки. На самом деле места не так много, поэтому, да, я храню в духовом шкафу сковородки. Внизу такой маленький ящичек. Он, на самом деле, не особо удобный, скажем так. Он потому что откидной, не выкатной. Ну, там у меня всякие пакеты, мешки и прочая ерунда. Да, он совсем тут небольшой. Буквально здесь 10 сантиметров шириной, вернее, высотой вот этот фасад. Далее у меня здесь вот эта часть, это доборочка. Следующий шкаф, это уже угловой модуль, который здесь вот идет под раковиной. По-моему, вот это вот дверца, сам фасад в 40 сантиметров, если мне память не изменяет. Дальше заглядываем под раковину. Здесь, на самом деле, организация вообще хромает, потому что я хочу здесь справа поставить какой-то небольшой стеллаж с полками, чтобы там хранить всю химию. Пока что здесь мусорный пакет, и вот таким вот образом все стоит, не очень удачно. Тут у меня хранятся губки и тряпочки, потому что это нужно постоянно. И чтобы это было под рукой, кошачий корм, если что, здесь корм у меня полностью на заклепках. Так что здесь совершенно не страшно, что рядом мусорный пакет, тем более, что мусор мы выносим регулярно. Следующий модуль у меня, это посудомоечная машина, она небольшая, на 45. Таким вот образом она выглядит, это тоже Bosch. На самом деле, ей я очень довольна. Единственное, у нее есть минус, у нее нет фиксатора. То есть вот так вот приоткрыть и зафиксировать ее невозможно. На самом деле, это моя первая посудомоечная машина, и мне просто не с чем было сравнить. Но я выбирала между вот этой и Siemens. Так вот у Siemens, конечно, была такая штука. То есть можно было, когда у вас она полностью домыло, чуть-чуть приоткрыть. Здесь она зафиксированная, она стоит, проветривается. У Bosch именно у этой модели такой функции нет. То есть вы либо ее вот так вот полностью должны открыть, вы понимаете, да? Тогда здесь ходить не так уж удобно, либо она полностью защелкивается. А так, в принципе, все отлично, моет прекрасно. Никаких нареканий. Здесь у меня дальше идет небольшой добор. Потом угловой шкаф. Это, наверное, самый большой шкаф, который вообще есть в моей кухне. И на первый взгляд может показаться, что здесь просто хаос, но на самом деле ничего подобного. Здесь есть довольно-таки неплохой доступ вот туда в угол, и там реально очень много места. Там у меня хранится мясорубка и, по-моему, еще блендер. Ну, в общем, то, чем я пользуюсь не суперчасто, но тем не менее мясорубку я примерно раз в месяц достаю. И внизу у меня также две корзинки и тоже какие-то остатки от блендера. То есть здесь, в принципе, у меня, ну, ничего такого, все, как у людей. Корзинка, есть лук, картошка. А вот в этой части у меня там какие-то грязные там штуки типа чеснока. Все корзинки у меня из Акеи. Верхняя корзинка. Тоже у меня здесь хранятся всякие крупы, причин. Да, в принципе, в этот ящик влезает довольно много всего. И даже сейчас туда можно еще кучу всего положить полезного. Следующий уже самый крайний модуль у меня выглядит вот таким вот образом. Это у меня единственные нижние выдвижные ящики. И поэтому здесь у меня организация. Здесь лотки для столовых приборов. В верхней части здесь лоток, кстати, из Акеи. Вот этот вот белый пластиковый. Здесь у меня вилка ложкой ножи. Второй ящик точно такой же. И здесь тоже лоток. Но здесь у меня уже различные открывашки, штопор, какие-то насадки. В общем, тоже то, что нужно. То, что нужно, чтобы было всегда под рукой. Это очень удобно. И хочу сказать, что вот этот вот сам по себе лоток из Икеи. Он пластиковый. Но фишка в том, что они подходят только для кухонь Икея. То есть для других кухонь эти лотки, скорее всего, не подойдут. Но мы вышли из ситуации таким образом. У нас вот там вот, если видно, они подпилены. То есть буквально там 3 сантиметра, по-моему, было лишних. И нам пришлось их отпилить. Но, тем не менее, там этого не видно. И лотки, по-моему, здесь прекрасно в этом ящике стоят. Следующий ящик. Это тоже мой единственный выдвижной ящик. И здесь у меня хранятся кастрюли и крышки. Мерный стакан, пакетики из Икеи. Ну, на самом деле, у меня не так много такой посуды. Основная беда, конечно, с хранением крышек. У меня сейчас это вот так вот все стоит. У меня 3 кастрюльки. И одна еще в холодильнике с супом стоит. И вот такой вот небольшой ковшечек. В принципе, на двоих, на троих этого вполне хватает. Так, сейчас давайте я вам вот так вот покажу еще раз, как это все выглядит. Нижними шкафами я вполне довольна. Это все очень удобно. Фартук у меня это МДФ. Косяки еще не исправлены. Микроволновка подвесная. Ну и давайте, наверное, перейдем к верхним шкафам. У меня верхние шкафы двухуровневые. Вот до вот этой линии. Это 72 сантиметра по высоте. И в верхней части, это, по-моему, 350. Это такая своеобразная антресоль, которая открывается самостоятельно и отдельно. Сделано это для того, чтобы сделать максимум места для хранения. Самый крайний шкаф, он самый дурацкий. Вот он. Вот таким вот образом выглядит. И он сделан здесь для симметрии. Чтобы по низу здесь было симметрично. Но на самом деле он дурацкий. Он очень узкий. Здесь реально всякая ерунда хранится. Единственное, здесь вот там в глубине трансформатор для подсветки. Здесь у меня кошачий корм, там какие-то рюмки. Ну, в общем, такой дурацкий шкаф. Редко им пользуюсь, но тем не менее, он есть. Следующий шкаф тоже не суперфункциональный. Здесь у меня вытяжка. И вот эта часть, которая зашита. Вытяжка занимает здесь большую часть места. Остаются две небольшие полочки. Но, в принципе, там у меня хранятся банки с сахаром, с опученными какими-то вещами, с содой, которая используется не так уж часто. Следующий момент. Вот этот вот шкафчик. В принципе, я им довольно-таки активно пользуюсь. Здесь три полки полноценные. У меня здесь стоят выдвижные корзины. Вернее, просто обычный корзин, который я достаю. Здесь у меня всякие штуки, которые мы используем часто на завтрак. Решки, сухофрукты, какие-то хлопья. На второй полке у меня кофе, смесь и там тоже соль. Следующий шкаф, он идет у меня как шкаф над раковиной. Он тоже угловой. И здесь получается у меня, ну, в основном тоже то, чем я пользуюсь постоянно. Вот в таких же корзиночках у меня здесь, сейчас вам покажу, специи. Вот так вот у меня выглядят. То есть это я достаю, и у меня перед глазами все специи. Затем здесь какие-то мои тоже другие специи, которые сыпучие. И вот там в глубине стоят вещи, которым тоже есть доступ. Это мука, это ромашка сухая, но которые не супер первой необходимости. Но при желании тоже корзинку я достаю и эти вещи вынимаю. На второй полке мне также ждут организация при помощи корзинок детские каши. И вот там вдалеке контейнеры с крупами стоят. Ну, я думаю, что все, как у людей ничего такого экстраординарного у меня тут нет. И на верхней полке у меня здесь два блюда для запекания стеклянных. Здесь пакетики из окея. И тут всякая там фольга, пищевая пленка. Ну, в общем, такая ерунда. Типа подставки под горячие. Следующий шкаф. Вот такой вот он большой, двойной. Ему, по-моему, на 90-е идет. Это у меня шкаф для посуды, сушилка. Сейчас вам покажу, как он выглядит. На самом деле он большой. Мне нравится, что он такой просторный. Здесь сейчас не вся посуда стоит. Часть у меня в холодильнике. Но здесь два этажа. И это реально удобно. Здесь внизу у меня какие-то глубокие тарелки. Стаканы, кружки. Сзади досочки разделочные. И наверху уже большие тарелки. Здесь у меня часть крышки. Друшлак, который можно сложить. Кстати, очень крутая вещь. Реально экономит место в маленькой квартире. Контейнеры, разделочная доска. И последний шкаф наверху. Он вот таким вот образом выглядит. Здесь у меня, слушаю, наверху посуду, которая используется редко. Такая дополнительная. Ниже полочкой та же самая история. И на самой нижней полочке у меня аптечка практически полностью занимает. Так что здесь вот таким вот образом все выглядит. Давайте теперь пойдем наверх. Покажу вам, что у меня хранится в антресолях. Для этого сейчас достану эту буретку и залезу наверх. Решил пойти справа. И самая верхняя правая антресоль выглядит вот таким вот образом. На самом деле здесь тоже стоят такие вещи, которые используются довольно-таки редко. Так нам приходят в гости. Мы достаем там декантер, какие-то дополнительные стаканы. На самом деле это сделано просто для того, чтобы реально где-то это все хранилось. И выглядело более-менее. То есть было закрыто. В принципе, довольно-таки много всего сюда влазит. Дальше. Вот это антресоль, которая левая. Кстати, обе эти антресоли, вернее даже три, они все идут на 90. У них здесь три петельки. И все они с доводчиками. Вот так вот можно открыть под 90 градусов. Они у меня открываются и держатся. Что у меня тут стоит? Тостер, который сейчас временно не использую. Потому что мне надоело есть сухари. Дурацкий дуршлаг из Икеи. Честно говоря, не знаю, что с ним делать. Не покупайте. Он жутко неудобный. Он занимает очень много места. Но при этом вот сейчас я его обрала на антресоль. Потому что пока не знаю, вроде бы выкинуть жалко. Там у меня дополнительный набор вилок и ложек. Ньяк. И вот здесь вот стоит корзинка. Там у меня какие-то тоже вещи, которые используются. Довольно-таки редко. На самом деле, обычно у меня эта корзинка раньше в старой квартире стояла на балконе. И там всякий хлам копился. Но сейчас она у меня более адекватно здесь стоит в шкафу. И там у меня какие-то половники, скалка. То, что тоже нужно. Но реально каждый день я этим не пользуюсь. Скалка это вообще может быть там раз в три месяца решу тесто раскатать. Таким вот образом выглядит этот шкаф. Дальше у меня здесь получается вот эта часть. Это глухая. Потому что у производителя не было какого-то такого варианта для того, чтобы кухня была с прямым углом. Поэтому здесь просто глухая часть. И можно сказать, что вот этот вот угол, он в принципе пропадает. И вот это вот андересоль, который у меня идет над вытяжкой. Вот таким вот образом выглядит. Здесь у меня корзинка с чаями. Виски. Тоже чаи. И слева мультиварка. На самом деле, мультиварка пока что здесь. Потому что я не могу натянуть в нее шнур. Так бы я, конечно, и активно пользовалась. Но я надеюсь, что в ближайшее время как-то решу этот вопрос. Она у меня компактная тоже. Вполне сюда отлично вмещается. И хорошо здесь стоит. Ну вот таким вот образом выглядит моя, конечно же, не идеальная организация на кухне. Сейчас еще какие-то варианты, как можно еще более адекватно здесь все сделать, разложить. Немножко не закрыла вот этот верхний шкаф. А вообще нужно сказать, что андересоль, конечно, очень сильно спасает. Они реально, можно в них кучу всего запихать. Но, тем не менее, полезно тоже иногда сделать ревизит. С тем недавно я разбирала кухню. Мы живем в этой квартире год и реально уже как бы немножечко захламились. Так что маленькая квартира это большой стимул не захламляться лишними вещами. Ну что ж, на этом сегодня все. Я надеюсь, что вам это видео понравилось, было полезно. Свои вопросы оставляйте в комментариях, чем смогу, обязательно помогу. Я надеюсь, что вам было интересно. И всех целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok